ребят вот москва короче проехал я но косино и вот следующее тот вагон один человек в этом вагоне 1 я не 1 апреля сегодня по моему тоже нету то есть вообще представляете сейчас подобное время конец сейчас пика в москве по идее тем более сегодня такой день среда это самый реальный день в москве у проходимости людей вообще никого то есть заперли нас квартиры там обещают выход из дома 4000 штраф за что непонятно и кто прав виноват вообще никто ничего не говорит только одни штрафы объявляют по радио и короче вот такая ситуация непонятно что там власти задумали мне кажется что они задумали нету никакого вируса лично я не видел ни одного заболевшего ни одного вы не интервью с ними одни и те же морды фейки один и тот же мужики он снимает значит то он врач что он там еще кто-то какой-то начальник то просто чел из общества рожа на этаже пейки раз по столкам никто не только власть что они за это предусмотрена административная ответственность сейчас вот короче в данный момент сейчас бы я уже четыре раза плечом стал нибудь а сейчас иду такого не бывает здесь даже перед закрытием метро то есть там пол первого в час ночи это народу больше чем сейчас и что думать я не знаю сейчас работаю езжу через ночь домой вчерашней ночью оставался но сегодня поеду домой рискуя то что завтра могу не приехать на работу точно не знаю какие какие законы вот пожалуйста поезд народу практически нет все в масках мало конечно меньше процентов людей то есть зашубанные есть но не настолько а кто остался дома наверно просто рада отдохнуть в принципе очень многим неделю оплатили вот до завтрашнего дня а что люди дальше будут делать не знаю деньги то имеют свойство заканчиваться во всех у многих дети и так далее люди не могут уехать домой иностранца очень много даже наших братьев с ближайшего зарубежья билеты доходят там ребята отказывают киргизы до 50 тысяч рублей на самолет так он стоит там в районе 10 ну то есть в 5 раз хочешь лети не хочешь не лети только рассмотрим сейчас какой там поезд столько людей 5-7 человек в воде, в то время, когда 50-70, то есть в 10 раз меньше, все, выйду на ВДНХ, еще поснимать. Так вот, ребят, ВДНХ, обычно, да, здесь толпа народа, никого ни хера нет, с погодой тоже хрень какая-то, утром я выходил, в 7 часа утра, минус 8 было, сейчас, наверное, 2-3 градуса тепла, то есть перепад мгновенный, за полдня, фиг его знает, Питер показывают в прямом эфире, там травка зеленее, а здесь вчера снег, сегодня не было, все таять, лякоть, вот один из таких проходов, пусто, никого. водитель сегодня привозил материалы, там, ну, фанеру и так далее, говорит, за 20 лет не видел такого, что нет пробок, пробки 0 баллов, машин нет, с Подольска до Реутова за полчаса доехал, в шоке. Так, один я опоздал, да? А, нет, тридцать второй. Ну, транспорт ходит по расписанию, без перебоев, метро работает, автобусы все, как бы, и не дрожают, и ходят по-прежнему расписанию. Что еще хотел отметить? Ну, кажется, такая вот ситуация, как бы, тревоги, паники никакой нет, просто единственное то, что не люди не в курсе, что происходит и чего ждать дальше. Власти молчат, радио, хочется прям накачать какой-то музыки и воткнуть наушники. Наверное, завтра так и сделаю, потому что голова болит вот от этого зомбирования, просто людей тупо зомбируют по поводу того, что коронавирус, коронавирус, ну, сзади, если посчитать, я не знаю, там, блин, он успел на один автобус. А можно сесть? Вот урок, просто урок. Едет пустой и не остановился, придется ждать. Ну, заодно поснимаю, побеседую с вами, уважаемые подписчики. Пишите, кто не из Москвы, да, я из Москвы, может быть, кто-то что-то знает, как вообще жить дальше. Я вот пока через ночь, ну, в случае чего, затушу на работе, затусуюсь на неделю. Вот. Работка у меня классная попалась. Работаем два обивчика столяр и шуя. Короче, никто мозг не выносит. Все планомерно, тихо, спокойно. Работки, правда, маловато. Я бы мог больше успевать. Ну, так сегодня вот прикинул. 38 и еще кроватку до половины сделал. Ну, короче, 45 тысяч за 9, за 12 дней. 12 дней отработал я, один выходной был. Вот за 13 дней 45 тысяч. То есть еще два дня до 15 дней, да, я где-то полкишочек заработаю. То есть за 30 дней должен я 100 поднять, если, конечно, нас не арестуют в плане, не запретят работать. Я-то могу там остаться, а вот столяр, допустим, наверное, нет. Если, допустим, запретят ездить по Москве, он, скорее всего, предпочтет остаться дома, чем на работе. Я так думаю. Ну и второй парень, он там хотя рядом живет. Второй обивщик. Вот такая ситуация в Москве. Не знаю. Давайте обсудим эту тему. Сейчас как-нибудь какое-нибудь название придумаю, чтобы было интересно людям заходить через название в ролик. Ничего особенного здесь нет. Просто хочется из первых уст, от первого лица узнавать, что происходит в жизни. по радио одно и то же. Одно и то же. Долбят. Коронавирус, коронавирус. Все умирают. 200 или 300 человек за сутки еще в больнице положили. Вот. Врач этой самой главной больницы в Москве оказывается тоже заражен полный какой-то идиотизм происходит. Что они хотят сделать там, у кого есть какие мнения по этому поводу. Ну вот пожалуйста. Живой пример. Москва. Что их собирает лимоневые банки. Собирает москвич. Так. По внешнему виду. Уж поверьте мне, могу определить. Трезвый. Все аккуратненько улыбнул. Баночки сложил. Пенсионер. Следующий пример. Через. А еще вот хотел сказать, что сегодня не знаю фейки, не фейки это. В Италии значит они уже там давно на карантине. И уже у людей там позакончились деньги, продукты. Соответственно и в магазинах все позакончилось. И уже люди так агрессивно реагируют на действия полицейских, на действия властей. То, что их останавливают, там не выпускают из домов. Нельзя сходить за продуктами и так далее. А есть то что. И вот еще одно мое мнение. То, что это, подсомненно, приведет к повышению криминальной обстановки. В Москве, по крайней мере. Я вот говорил там выше, что не могут братья наши уехать в ближайшие зарубежья. Потом нам надо разъехаться. Вот. И им просто ничего не останется делать. Их сейчас на всех стройках поперекидают. Зарплат ни у кого не будет. Из хат повыселят. Из хостелов. Отовсюду, где они жили. Везде их попрут. И просто это приведет к такому, может быть, незначительному, но росту преступности мелкой. Вот. Хотя в Москву тут... Их не видно, кстати. Вот. Один день какой-то был. Или... Ну, я видел один день. А там, может быть, не один. Уехали автобусы с военными в Москву. Очень много. По 300 автобусов заезжало в Москву со всех сторон причем. То есть, если так предположить, да, 10 больших шоссе из Москвы выходит. И 50 человек в автобусе. То есть, по 1000 человек с каждой стороны. Это две дивизии. Две дивизии заехало в Москву военно. Для чего? Может быть, вот на этот случай. Если люди начнут пушевать. Чисто мои рассуждения. О, кстати, мысль так и назову ролик. Мои рассуждения о коронавирусе. Вот такая история. Сейчас еду домой к Галинке. Галинка. Там уже приготовил, наверное, ужин, как всегда. Вот. А завтра буду собираться уже на двое суток. Сегодня. Завтра утром поеду на двое суток на работу. Пока так. Выхода другого нет. Денег нет. Вот. Десятку я получил. 45 за работу. Ну, во-первых, кровати не вывозятся. Вот. Водитель тоже. Звонил мне и говорит, что Саня пока не буду работать. Вот. Потому что, можно сказать, что несанкционированный выезд на автомобиле с сегодняшнего дня, с 1 апреля, будет караться пятеркой штраф. Вот. Если пешком, несанкционировано, без справки, нужна, короче, я так понял, что нужна справка с работой. И то, если у тебя работа не такая, не терпит перерыва. Ну, то есть, полиция, скорая, пожарная, какие-то там, монолит, допустим, он же не может прекратиться. Бетон как везут, так и везут. Ну, или так далее. Там различные такие работы, короче, не терпящие прекращения. Как вот, допустим, метро Собянин же говорил, то, что если метро остановить, его потом там полгода надо запускать обратно, чтобы в режим вошло метро. Вот. Пока все. А то надоем со своими нравоучениями. Правда, не нравоучения, а просто рассуждения. Хотелось бы узнать мнение. Плохо, что нет у меня пока прямого эфира. Граждане, подписывайтесь. Сейчас вот небольшой перерыв, как бы, с видео, да, с интересными. Не пою сейчас, во-первых, устаю очень сильно. Вот. Во-вторых, и гитарку надо приобрести хорошенькую, чтобы вам лучше слушалось. Вот. Что еще? Ну, вроде пока все. Всем удачи, не болейте. Простуда бывает у каждого. Но мое мнение личное, никакого коронавируса, ничего нет. Каждый год, по статистике, умирает 30 тысяч человек в России от остро-респираторных заболеваний. Вот. А в этом году умерло, вот, на вчерашний день было 19. Сегодня не знаю, что-то не говорили. Ну, то есть это, по сравнению с обычным годом, это ничтожное количество. Каждый год вирус мутирует. Каждый год человек заболевает. Ну, практически каждый год. Очень редко, когда человек не болеет, там, 2-3 дня легкой простудой. Там, повышение температуры, головная боль. Ну, и так далее. Все это быстро проходит. Вот. Мне кажется, это тоже, опять же, мое мнение, с ним можно не согласиться. Что-то, что-то мутят люди свыше. Все. Еще раз всем спасибо, всем удачи. Здоровья самое главное.